Для тебя Для тебя Для тебя Живем И на алтаре Жену вас не все Ты не пожалеешь Жизнь свою отдам И с вами любовь Все грехи и соврам Ты не пожалеешь Жизнь свою отдам И с вами любовь Все грехи и соврам Для тебя Для тебя живем И на алтаре Жену вас не все Для тебя поем Для тебя живем И на алтаре Жену вас не все Для тебя поем Для тебя живем И на алтаре Жену вас не все Для тебя поем Для тебя живем И на алтаре Жену вас не все Благодарю Благодарю тебе За моё спасение За моё спасение Победил и даром Для тебя поем Для тебя живем И на алтаре Жену вас не все Для тебя поем Для тебя поем Для тебя живем И на алтаре Жену вас не все ты не пожалел жизнь свою вода и своей рукой все грехи забрать ты не пожалел ты не пожалел жизнь свою вода и своих рукой все грехи забрать ты не пожалел ты не пожалел аминь 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 Свят, свят, Господь Собоон, Вся земля, волна славы Господней. Свят, свят, Господь Собоон, Руга Твоя не сократилась сегодня. Свят, свят, Господь Собоон, Вся земля, волна славы Господней. Свят, свят, Господь Собоон, Руга Твоя не сократилась сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 вас. Прежде чем мы будем приносить наше приношение десятины в Дом Божий, чтобы в Доме Божьем всегда была пища, я хотел бы прочитать из, конечно же, Священного Писания. И давайте мы порассуждаем. Это вторая глава книги «Бытие». Я прочитаю с шестнадцатого стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. От дерева познания добра и зла не ешь от него». И еще я прочитаю из третьей главы, с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете». Казалось бы, только что, мгновение назад, мы не знаем, сколько по времени прошло, между тем, как Бог сказал, дал повеление человеку о том, что все деревья в саду, весь сад принадлежит тебе, кроме одного дерева. И вот приходит змей и говорит, а истинно ли сказал Бог? В своей великой мудрости Бог установил некоторые границы для нас, некоторые пределы. Но змей, враг человека, через то, что Библия говорит, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, он пытается нас все время как бы вывести, вытолкнуть обманом, вывести за пределы той Божьей благодати, которую, повторюсь, Бог установил в своей великой мудрости. Искушая Сына Божьего после сорокадневного поста или в конце его, тот же самый враг человека, он говорит, если ты Сын Божий, то скажи этим камням, пусть они станут хлебами. И, казалось бы, для человека, который находился почти сорок дней в посте, не было ничего более естественным в своей власти, в своем могуществе, потому что мы верим, что Иисус Христос, Он есть Бог и Он есть человек. Сто процентов Бог и сто процентов человек, как говорят богословы. И Он мог бы это сделать. Для Него физически это не составляло труда, но были некоторые пределы. Была заповедь Божья, которую Он пришел не нарушить, а исполнить. И Он сказал, не хлебом единым будет жив человек. Поклонись Мне, говорит враг, и Я отдам тебе все царства земные. Но, конечно же, Иисус это не сделал. Чуть позже мы видим, как из пяти хлебов тот же самый Иисус совершает чудо. И хлебов становится столько, что тысячи людей, тысячи и тысячи были накормлены, и еще осталось двенадцать полных коробов. И когда Он возносит эту молитву, Он принимает от Отца эту великую благодать Божью. И все царства земные, которые обещал Ему дьявол, если он поклонится, все царства земные сегодня принадлежат Иисусу Христу, нашему Господу и нашему Спасителю. Но это было принято от Отца. Поэтому для нас так важно понимать, что нет ничего плохого в том, чтобы иметь или даже желать хорошую работу, хорошую карьеру, хорошую машину, может быть, хорошее жилье, хорошую жену, хорошего мужа. Но Библия говорит нам о том, что мы не можем желать чужого, мы не можем прийти к этому, нарушив границы Божьих заповедей. Одно из самых знаменитых мест, которые мы читаем обычно на это служение, во время пожертвования, книга Малахи, которая говорит, может ли человек обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, спросите, чем, как? Своими десятинами и своими приношениями. Возвращаясь к этой истории, все деревья в саду принадлежали человеку, но одно дерево. Мы не знаем по какой причине. Мы точно не знаем. Это было испытание, да, это была Божья особенная мудрость, забота, да. Просто Бог сказал, не берите от него, не ешьте. Это дерево принадлежит мне, не вам. Все остальное принадлежит вам. И поэтому то малое сегодня для нас, десятина, наше приношение, Бог говорит, это принадлежит мне. Поэтому давайте мы не будем как бы выходить из тех разумных, мудрых пределов, границ, которые Бог установил. И пусть то, что принадлежит Богу, мы будем приносить к Нему, возвращать к Нему. И мы увидим через это, как Бог будет благословлять нас. И я лишь напомню о том, что мы можем жертвовать. Сейчас наши братья будут проходить, сестры с корзинами. Первая корзина, она у нас предназначена для миссионерских целей. Мы жертвуем туда для проповеди Евангелия, для открытия новых церквей, для миссионерских поездок. Вторая корзина нашей десятины, пожертвования, которые вы также можете сделать. Те из вас, кто же делают это электронным способом, на нашем сайте вы можете увидеть всю информацию, как вы можете это сделать. И сейчас, когда будет еще одна песня звучать, и мы будем поклоняться Господу, на ваших экранах вы увидите QR-код. И кто знает, как этим пользоваться, вы можете этим воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. Будем еще славить нашего Господа. Пусть Бог благословит вас. Не хорошо в доме твоей, искать Твое лицо. Ты праведность и святость, молю Тебя, мой Бог. Возьми меня, вечность Возьми, что быть всегда, Твое лицо святое во свете видел я. Возьми меня, Отец, свою святость, Возьми меня, как зерно и бассейн. Возьми меня, Отец, свою святость, Возьми, как жертву, моя жизнь тебе. Возьми, как жертву, моя жизнь тебе. Проведи сквозь внешний день, На Твое святое место. Я хочу Твое видеть лицо, Господь, Я ищу Тебя всем сердцем. От толпы лиц, возьми меня, Ко святым, поющим песню. Жажду праведности Твоей, мой Бог, Здесь единственное место. Проведи вас святое, святым, Через акт за кровь проведи. Проведи вас святое, святым, Через акт за кровь проведи. Проведи вас святое, святым, И усталый от счастья, Бог я. Возьми, возьми меня, Отец, свою святость, Возьми меня, казино и бассейн. Возьми меня, Отец, свою святость, Возьми, как жертву, моя жизнь тебе. Возьми, как жертву, моя жизнь тебе. Давайте поднимем наши руки. Отец небесный, мы поклоняемся Тебе. Мы благословляем Твое святое имя, Господь. На руках молитвы мы приносим все нужды. Все, Господь, переживания, волнения, заботы наши возлагаем на Тебя, Дух Святой. Прямо сейчас, Господь, приди в каждую нужду. Боже, исцеляй, восстанавливай ранами Иисуса Христа. Мы провозглашаем полное исцеление в каждом теле во имя Иисуса Христа. Боже, Дух Святой, сходи, Господь. Прикасайся ко всем уставшим, обремененным, Господь. Боже, прикоснись ко всем, кто сегодня в оковах, цепях, Господь. Разрушь все дела дьявола, сокруши всякие опоры во имя Иисуса. Мы провозглашаем Твою победу в каждом теле. Пусть уходит всякий коронавирус. Пусть уходят болезни и немощи, оставляют тела народа Твоего, братьев, сестер, родных, близких, друзей, знакомых. Да придет исцеление, сила Твоя, слава Твоя, величие и могущество Твое досойдет в каждую судьбу, в каждое тело. На руках молитвы мы приносим, Господь, тех, кто еще не знает Тебя. Боже, тех, кто еще не примирился с Тобой, Господь, Ты силен смирить всякого гордоходящего. Приди, Господь, открой их духовные глаза, духовные уши, чтобы они начали слышать голос Твой, чтобы они начали видеть Тебя в своей жизни. Господь, мы провозглашаем Твою победу в их жизни, Твое спасение. Боже, мы верим, что они будут проповедовать Евангелие с Библией в руках. Боже, что они будут служить Тебе. Мы посвящаем их Тебе и мы отдаем их Твои любящие руки. Господь, прославляйся, возвеличивайся, прикасайся к каждой нужде, кто с нами через онлайн, кто в чате прямо сейчас пишет свою нужду. Господь, приди, Господь, иди Свою славу, увеличи, могущество Твое. Приди, Господь, Боже, каждый город, каждую страну, там, где есть боль, где есть переживание, волнение, Господь, где есть непонимание, исцеляй, восстанавливай, созидай, Дух Святой. Приди, Господь, Твое имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за эту благодать жизни, сей эти жертвы для славы имени Твоего. Пусть, Господь, каждый рубль прославляет Тебя. Господь, научи нас, Господь, жить для Тебя. Мы благословляем Твое имя, мы благодарим Тебя за эту привилегию жертвовать для Дома Твоего, для Царства Твоего. Пусть Твое Царство распространяется, пусть будут высланы делатели на жатвы, на нивы, пусть открываются церкви, пусть Господь придет спасением жизни многих и многих людей через эти средства. Открой окна небесные и злей благословение с избытком, кто сеет, кто жертвует, кто через онлайн жертвует. Благослови каждого, распространи пределы, расширь границы, расширь возможности, давай новые работы, открывай новые перспективы. Дух Святой, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за эту благодать. В этот день сей эти жертвы, Боже, благословляй имя Твое Святое. Мы также на руках молитвы благословляем наших детей, сыновей, дочерей, где бы они ни были. Боже, прикасайся к ним, исцеляй, восстанавливай, созидай, наполняй их жизни своим присутствием. Пусть, Господь, Слово Твое всегда будет простым, понятным и доступным для них. Во имя Иисуса Христа мы отдаем наших детей в Твои любящие руки. Благослови всех учителей, воспитателей, благослови, Господь, родителей. Боже, пусть Твоя мудрость будет на них оказывать влияние на наших детей. Во имя Иисуса Христа, чтобы наши дети любили Тебя и служили Тебе. Мы благословляем наших детей именем Иисуса Христа. Тебе, Иисус, дорогой, слава, честь и хвала во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ Божий скажет Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя, Иисус достоин всей славы, Иисус достоин всей чести и хвалы. Дорогие родители, вы можете отправить ваших детей на воскресную школу. Пусть Бог благословит детей, учителей воскресной школы. Повернись своему соседу, скажи, жив Господь, жива душа моя. Дорогие друзья, можете присаживаться в присутствии Божьем. Мы также приветствуем, кто с нами через онлайн присоединились. Мы приветствуем Америку, мы приветствуем Томс, Самару, всех, кто присоединяется к этому служению. Мы любим вас, благословляем вас. Слава Богу, что мы вместе, одна церковь, одна семья и одно тело. Аминь, народ Божий. Я хочу представить человека Божьего, который сегодня будет служить нам. Он является миссионером, бизнесменом, диаконом церкви Новый Завет в городе Санкт-Петербурге. Это благословенный человек Божий, который много трудится и служит для того, чтобы Царство Божие распространялось. Это Анатолий Евгеньевич Зубарев. Давайте его поприветствуем. Аллилуйя, дорогая церковь, приветствую вас всех, любовь Иисуса Христа. Искренне рад сегодня быть на этом месте, служить здесь, как написано, возрадовало сердце мое, когда я пошел в дом Господень. Давайте кратко помолимся. Аллилуйя, Господь, дорогие небесные, благодарю Тебя за это время. Боже, благослови наше собрание, прибудь с нами Духом Твоим Святым, веди нас, Господи мой Бог, мы в Слове Твоем. Благослови это время, и пусть Слово Твое, Господь, оно живо и действенно, оно касается каждого сегодня из нас, оно обновит наш разум, очистит наше сердце, исцелит нас, Господь, и приблизит Тебе. Мы же, Господь, за все Тебя славим, благодарим Тебя и просим Тебя, благослови это время. Мы благодарим Тебя, Боже, за Твое присутствие, Господь мой Бог мой, потому что Ты не оставляешь нас, но собираешь, как птица птенцов, Ты заботишься о нас, укрепляешь в Духе Святом нас, Господь, и даешь нам силы, Господь, идти дальше, Господь, переходя от веры в веры, от силы в силу и от славы в славу. Да прославится Твое чудное Святое Имя на этом месте. Мы за все Тебя благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь. Рассуждая последнее время над Словом Божьим, мне в сердце Господь положил такие мысли, как секрет истинного счастья. Моя проповедь называется «Секрет истинного счастья». Я рассуждал вообще о счастье, о жизни, и я на молитвном служении как-то говорил слово, и свидетельствовал о том, что Господь исцелил меня. Я переболел вот недавно коронавирусом, у меня было 44% поражения легких, и вот две недели я болел, мне было очень тяжело, лежал на одре болезни. И когда ты болеешь, ты лежишь, у тебя очень много свободного времени, и есть время порассуждать вообще, порассуждать над жизнью, порассуждать над тем, куда мы идем, что мы делаем, что сегодня является главным нашим упованием, для чего мы живем. Ведь все люди хотят быть счастливыми, все хотят быть успешными, и мы видим, что сегодня современный мир, он ставит равно, получается, счастье, успех равно богатство. И когда ты болеешь и лежишь, ты понимаешь, что это далеко не так. Ты понимаешь, что единственное твое упование – это Бог. Бог, который дает тебе крепости, силы и здоровье. Бог, который благословляет тебя в каждом дне и ведет тебя в нем. Поэтому я назвал свою проповедь «Секрет истинного счастья». И то, что я увидел в Слове Божьем, было много времени читать Слово Божье, и рассуждать над ним. И вот я отметил первый пункт, получается, счастье. Это чувство состояния полного высшего удовлетворения. Каждый человек хочет быть счастливым, любить, быть любимым на уровне духа, души, тела, здоровое отношение с людьми, гармония, целостность и развитие. Но каждый сам определяет для себя, что есть счастье. Для кого-то это семья, для кого-то здоровье, для кого-то деньги, для кого-то друзья. Для кого-то все это вместе взято. Мы же знаем, что счастье – это Бог. Только Он может сделать нас поистине счастливыми людьми. Бог положил так, чтобы была Его гармония в нашей жизни. И когда мы приходим ко Христу, Господь открывает нам Свое Священное Писание, Свое Слово. И мы видим вот эту полноту, видим то, что Господь хочет, чтобы мы были в гармонии, находились всегда и были счастливыми. Давайте прочитаем притчи, 28 глава, 20 стих. Притчи, 28 глава, 20 стих. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Возвращаемся к мысли этого мира. Мир говорит, что счастье равно богатство. Мы же здесь читаем в Слове Божьем, что верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, не останется ненаказанным. Мы видим, что Господь хочет, чтобы мы были богаты благословением. И когда мы пребываем в Господе, пребываем в Его гармонии, то Господь благословляет нас, и мы становимся богатыми благословением. Мы становимся благословением для тех, кто окружает нас. И когда мы становимся этим благословением, то человек становится счастливым. Я думаю, что многие из вас в своей жизни это переживали, когда ты просто благословляешь кого-то, когда ты кому-то помогаешь родным, близким, знакомым, друзьям, даже незнакомым тебе людям. Ты кому-то помог. Вот у нас много очень служений, такие как социальные, там, накорми голодных, там, еще много различных служений. И когда мы это служим, делаем, и мы переживаем истинное счастье, мы переживаем от этого внутри радость. И даже когда мы это делаем втайне, и никто не видит, Господь дает нам сопереживать эту истинную радость, и дает нам в сердце это счастье, которого мир не может приобрести. И я разделил счастье на истинное и неистинное. Истинное, которое сокрыто в Слове Божьем и в Господе, и неистинное, опять же, то, что нам сегодня пытается транслировать этот мир, пытается навязать нам это общество, сегодня общество потребления, общество, которое живет сегодня сосредоточено на эгоцентризме, на эгоизме, на личности человека. Истинное, неистинное счастье. Это, как пример, очень хороший, это мамона. Идолопоклонство, эгоизм, эгоцентризм приводит к разочарованию, к депрессию. И дьявол говорит потом, что нет счастья в этой жизни. И начинает обманывать людей, говорит, нет счастья в этой церкви, с этой женой, в этом городе и даже на земле. Дьявол затягивает людей. Выдолопоклонство. Что такое идолопоклонство? Это мы знаем все, что дух мамона, написанное в Ветхом Завете, дух мамона – это поклонение богатству. Если мир сегодня говорит, счастье равно богатству, то есть мир нам говорит сегодня, диктует, что счастье равно мамона. Если ты будешь поклоняться мамоне, ты будешь поклоняться деньгам, ты будешь пытаться зарабатывать быстро, богатеть, да? Кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. И дьявол обманывает, пуская по ложному пути сегодня многих людей, ставя перед ними цель заработать богатство. И мы видим, что вот эти богатства, которым сегодня стремятся люди, оно не делает их счастливыми. В этом и заключается весь обман дьявола, что он извращает сегодня Священное Писание, втягивая в ложную гонку людей только зарабатывание денег. И деньги становятся основным приоритетом сегодня в сердцах людей. Они ради этого готовы обманывать, предавать, лукавить. Ложные мотивы. И они отступают от Священного Писания. Как пример, я выписал несколько людей, которые, будучи миллиардерами, просто покончили жизнь самоубийством. Дьявол их обманул, он поставил им ложную цель. Они достигли очень много богатства, стали очень богатыми людьми, но они не получили счастья. Они не испытали его, они его не пережили. И находясь в глубочайшей депрессии, понимая, что они шли к своей цели, переступали через людей, портили отношения, все делали ради богатства. И когда достигли этого богатства, они не стали счастливыми. Дьявол, мы знаем, пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И дьявол в этом обманном пути ведет человека к гибели. И он хочет погубить, самое страшное, он хочет погубить душу человеческую. И вот он ставит сначала ложную цель, по которой человек идет, стремится, тратит свои силы, энергии, идя по этой ложной цели. Потом, когда он приходит к этой ложной цели, он не испытывает счастья. И дьявол обманывает его и говорит, да нету счастья на земле. Я удивляюсь, когда читаю, что люди такие богатые, миллиардеры, и они заканчивают жизнь самоубийством. Ну, один из известных, я записал Отто Байсхам, ну, не имя известно, а известно, что он создатель супермаркетов Метро Групп. Он создал эти супермаркеты. 18 февраля 2013 года застрелился из пистолета в ванной комнате у себя на вилле. Состояние было 2,4 миллиарда евро. Входил в Форбс, 22 место Германии. Хороший человек, трудился, работал, много сделал, много заработал. Пришел к большому капиталу, к большому богатству. Но в жизни не получил счастья, не получил удовлетворения. И мы видим, как результат, человек покончил жизнь с собой. Следующий пример, Дэвид Келлерман. Ипотечный кризис 2008 года. Это Фредди Мэй и Фенни Мэй. Все слышали этот, как бы так, и в России тоже все это массировалось. С них начался финансовый кризис в 2008 году. Не пережил банкротство, застрелился, осталась жена и маленькая дочь. Еще один, Адольф Меркель, самый богатый человек Германии, входил в пятерку. Крупный, самый крупный производитель цемента в Германии, бросился под поезд из-за потери сотен миллионов евро. Его состояние было 1,1 миллиард евро. Представляете, вот обманутые люди, обманутые, испорченные судьбы. И как итог, дьявол украл у них жизнь. И эти люди покончили с собой. И сегодня для нас это звучит таким ярким примером, чтобы мы видели, что то, что диктует сегодня нам мир, то, что диктует нам сегодня реклама, этот мир, что в богатстве счастье. Мы видим, что в богатстве нету счастья. И дьявол ведет обманным путем и обманывает, и губит людей. Также вот я выписал одного российского предпринимателя, босса Дмитрий. Он тоже застрелился из наградного пистолета в состоянии 1,1 миллиарда долларов. Вот так вот дьявол обманывает людей, пуская их по ложному пути, и в итоге они приходят в погибель. Это примеры неистинного счастья. То, что сегодня нам мир навязывает, мы видим, что это не истинное счастье. Оно не приводит к счастью, оно приводит только к гибели. И теперь давайте мы с вами разберем, что есть истинное счастье, для чего Господь нас призвал, для чего Он нас избрал. И как Господь сегодня хочет благословлять нас в нашей жизни, чтобы мы имели это истинное счастье и были счастливыми поистине людьми. Давайте откроем Тита 2,4. Послание к Титу. 2,14. Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Следующее местописание, тут же Титу 3,8. «Слово – это верно, и я желаю, чтобы Ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеку». И следующее местописание, тут рядом также Еврея, 10,24. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». В этих местописаниях мы видим основную суть, для чего Господь избрал нас, в чём мы, что мы должны делать, в чём мы должны двигаться. И здесь везде написано о том, что мы должны в первую очередь всё-таки добрым делам, мы должны следовать Священному Писанию, мы должны служить другим людям. Ведь только сея, только отдавая от себя, служа другим людям, человек начинает получать истинное счастье. И, как сегодня уже было сказано, когда говорили о пожертвовании, нет ничего страшного или плохого, или худого в том, чтобы жить в достатке, иметь хорошую квартиру, иметь хорошую машину, но мы не должны нарушать заповеди Божьи. Мы не должны в своём сердце, приоритетом ставить эти все необходимые для жизни вещи выше нашего Господа и выше того служения, для которого Господь нас избрал. Аминь. Также я хотел бы отметить, что истинное счастье только в Боге. И один из примеров, также мы читаем, написано, что лучше зелень и при нём мир, чем бык заколота мяса и при нём раздор. Служение другим людям – наше предназначение. Когда мы служим другим, мы испытываем настоящую радость внутри себя, помогая своим близким, родным, служа всем, кого мы видим, кого Господь даёт в нашей жизни. И я даже обращал внимание, что даже мирские люди стремятся к меценатству, потому что, слава Богу, не все заканчивают в депрессиях самоубийствами, но есть люди, которые сами доходят, Дух Святой, может быть, их побуждает, и они приходят к меценатству. И когда с ними общаешься, ты понимаешь, что эти люди, они пока ещё не рождены свыше, но они сами понимают, что нужно сеять, нужно отдавать. И когда эти люди начинают заниматься меценатством, и они тоже становятся счастливыми людьми, потому что это заповеди и законы Божьи. Когда мы начинаем служить другим людям, начинаем сеять в людей, отдавать от себя, служить другим самоотверженно, Господь через это даёт истинную радость. И я видел много людей, которые сами дошли до меценатства, занимаются меценатством, и имеют в этом огромное благословение. И хочется перейти, мы разобрали, что такое истинное и неистинное счастье. Неистинное счастье – это мамона, это поклонение деньгам, это страсть к наживе, это страсть к заработку. И, как правило, мы разобрали примеры, что люди, которые достигают даже этого всего большого богатства, они не становятся счастливыми. Истинное счастье, истинное богатство, когда мы в Господе, мы поклоняемся Ему, мы служим другим людям, мы являемся, как бы сказать так, транзитным банком, мы передаем эту любовь, эту радость, заботу о других людях, мы служим другим людям, и только через это, через исполнение Слова Божьего приходит в нашу жизнь радость истинная и благословение. И я хотел бы остановиться на основных секретах. У вас проповедь называется «Секрет истинного счастья». Счастье мы поговорили, истинное, неистинное разобрали, и хотел бы подойти к самому такому основному, то сказать, к секрету, потому что, ну, как нам стать всем счастливыми в Господе? Бог дает силы зарабатывать и приобретать богатством. Бог дает всеми сеющим, Его серебро, Его золото. Если мы сегодня заглянем в свое сердце, заглянем, посмотрим, кто наше упование, все Его обетования исполнятся и совершатся в нашей жизни. Все эти обетования написаны во Второзаконии 28 глава. Потом можно будет перечитать, это глава благословения, когда на израильский народ переходил, Господь благословлял. И все эти обетования не там написаны. Но нужно прилагать усилия, исполняя заповеди Божьи. Секрет в том, что не тяжело, но трудно, но нужно исполнять заповеди Божьи. Господь нам дал заповеди свои, дал свои уставы, и мы должны их соблюдать. И как пример, давайте откроем Матфея, 5 глава, 17 стих, что об этом говорил Иисус. Не думайте, что я пришел нарушить закон, или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. Господь Иисус говорит, что он заповеди нам все даны. И Господь Иисус говорит, не думайте, что я пришел отменить, я пришел исполнить. Господь Иисус пришел и показал нам, что он исполнил все эти заповеди и уставы, которые были даны. Нам тяжело, и часто людям хочется как-то быстро все пройти, какие-то испытания, сложности бывают. Но Господь говорит, что только через усилия, только через усилия и через усердие мы можем переходить, мы можем входить в это благословение, исполняя его заповеди. И одну из заповедей я хотел бы раскрыть, которая действует от начала создания, и написано, что она будет действовать до завершения нашей земли. Давайте откроем Бытие 8,22. Восьмая глава, 22 стих. «Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Я хотел бы обратить акцент на начало стиха. «Впредь во все дни земли, сеяние и жатва не прекратятся». Это та заповедь, которую дал Господь, что сеяние и жатва во все дни, до конца земли, они не прекратятся. И это одно из чудесных обетований для каждого из нас. Сегодня дьявол втягивает людей в конфликты, в различные, делает максимально все так, чтобы люди сеяли сегодня зло, обиду, непрощение, огорчение. Но мы знаем, что закон этот, он действует, и он до конца земли будет существовать. И Господь нас призывает сегодня делать, сеять любовь, доброту, заботу. Если мы будем исполнять эту заповедь, мы знаем, что сеяние и жатва не прекратится. Что человек написано, не обманывайте. Что человек посеет, то человек и пожнет. И возвращаясь к этому, рассуждая над секретами, это один из главных секретов сегодня, сеяние и жатва. Что мы сегодня будем делать, что мы сегодня будем сеять, в сегодняшнем дне, в завтрашнем дне. К этому мы и придем. Если дьявол сегодня обманывает и говорит, самое главное – это богатство. И мы читаем, написано, что это идолопоклонство. Написано, что вы срубаете дерево, делайте из него идола и повергайтесь перед ним. Идолопоклонство – это грех, это страсть к наживе, это поклонение мамоне. Мамона – это бог мира сего, это деньги, когда человек ставит средства выше Бога в своей жизни. В этом человек согрешает. И дьявол втягивает человека в эти неверные пути, и человек сеет неправильное семя. И, естественно, пожинать будет то, что он посеял. И дьявол сегодня так и обманывает людей. Втягивает в сеяние и в жатву негатив, неправильное отношение, идолопоклонство. И люди, когда сеют, то, естественно, и пожинать им нечего. И также дьявол обманывает в сложные времена. Смотришь, когда все хорошо, люди служат, приходят, поклоняются, жертвуют. И когда начинаются какие-то проблемы, какие-то испытания, какие-то сложности временные приходят, и смотришь, люди меньше ходят в церковь, меньше жертвуют, меньше участвуют во всех других служениях, в миссиях, и что суетятся, начинают переживать, начинают многие копить какие-то заначки, уповать на них. Вот в этом и выражается идолопоклонство, когда мы в своем сердце уповаем на какие-то наши накопленные богатства. Уповаем на каких-то наших там знакомых, может быть, друзей, но не на Бога. И дьявол в этот момент обманывает людей. И когда сложное время, люди перестают сеять, но написано, что эти сложные времена, они проходят. И когда человек не сеял в это сложное время, когда по прошествии это сложное время, ему нечего будет пожать. И также люди удивляются, а почему так в моей жизни? Почему нет успеха? Почему нет благословения? Почему нету такого финанса, какого-то прорыва? Потому что тебя дьявол обманул. Он сказал тебе, не нужно сеять, остановись. Не нужно жертвовать. Сейчас сложное время. Нужно позаботиться о себе. Нужно накопить. Нужно сделать заначку и уповать на нее. Другими словами, ты переходишь от упования на Бога к упованию на мамону. И незаметно становишься идолопоклонником. И не сея, потом ожидаешь какого-то результата в своей жизни. Поэтому в этом и заключается, как я увидел, основной успех того, что мы сеем. Если мы будем правильно сеять, если мы будем не ослабевать в усердии нашем и будем продолжать сеять в разные времена. Также написано в члене Писания, что сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Кто такие, сеющие со слезами? Это люди, которые, уповая на Бога, в самое сложное время остаются Ему верны и продолжают сеять и продолжают служить. И они, написано, будут пожинать с радостью. Не написано про других людей, которые перестали сеять, что они будут пожинать. И мы об этом знаем, что если ты ничего не посеешь, то ты ничего и не пожнешь. Это относится и к финансам, раз мир сегодня ставит, что успех, счастье равно богатство. Мы сегодня говорим, что только Бог равно наше богатство. Только Он обогащает нас и благословляет нас. Мир сегодня говорит, уповай на эти денежные средства, которые ты накопил. Священное Писание говорит, уповай на меня. Я вывел тебя, я веду тебя по этой жизни, я тебя спас, я даровал тебе жизнь вечную. Я умер за тебя. Не эти средства, не твои знакомые, не твои друзья за тебя не умирали. Я за тебя умер. Уповай на меня. Поэтому очень важно, что мы сеем. Я записал, что дьявол затягивает нас, чтобы мы сеяли ложь, обиду, непрощение, сплетни. Но Господь нам дает семя сеющему, и Господь нас призывает к тому, чтобы мы сеяли сегодня любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, веру, благость, кротость и воздержание. Чтобы сегодня мы сеяли доброе семя, чтобы мы сегодня были Богу верны в наших десятинах, как было сказано, и сеяли это семя, не переживая о том, что сейчас какое-то там сложное время или какой-то кризис. Мы видим, что в кризисы и в сложное время деньги еще никого не спасли. Вот люди, которые выше были упомянуты, они были богатыми, хотели стать счастливыми, но не стали. Стали там что-то терять, какие-то свои доходы, и сразу покончили жизнь самоубийством. И мы знаем, и те, кто не обязательно покончили жизнь самоубийством, много людей несчастливых. Сегодня много людей в депрессиях, и смотришь, развиваются вот эти все врачи, там психологи, всякие антидепрессанты и все прочее. Отчего это? От того, что люди сегодня оставили Бога и стали уповать сегодня не на Бога, а стали уповать сегодня на этот мир. Сея, дьявол втянул в обман, и мы сеем не то, что нужно сеять. Мы, сея неправильные семена, мы не можем пожать. Но слава Богу за Его милость и за Его благодать. И Он говорит, что придите ко Мне, покайтесь, и все эти проклятия остановятся. Иисус на Голгофском кресте забрал все наши проклятия. И, как вывод, я хотел также сказать, что, уходя на небо, мы ничего с собой не возьмем. И нам всем нужно правильно использовать именно на этой земле те ресурсы, те богатства, те дары и таланты, которые в каждого из нас сложил Господь, нам их нужно правильно использовать именно на этой земле. Потому что, когда мы уйдем в вечность, мы возьмем с собой только наши дела. Никто с собой не сможет взять ни богатства, ни еще что-то. Мы сможем взять с собой только наши дела. и рассуждая над всем этим, хотелось бы вместе нам всем помолиться. Я не отделяю себя ни от кого, также прихожу в различные испытания, также бывает, приходят в жизнь какие-то сомнения, какие-то смущения, какие-то переживания. Но я хочу сказать, что мы должны избрать своим упованием нашего Господа и не осуетиться, не уклониться в сторону Мамоны. И в заключении хотел бы прочитать местописание евреям 10, 35, 36. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Как я уже сказал, что секрет заключается в том, что нам нужно терпение, нам нужно усилие, чтобы исполнять заповеди и повеления, которые Иисус пришел не отменить, но исполнить. Поэтому давайте все вместе помолимся. Если кто-то чувствует в своем сердце, что осуетился, что есть какие-то сомнения, есть какой-то страх в завтрашнем дне, какая-то неуверенность, переживает, что заболеет, не заболеет, кто-то переживает, что потеряет работу, я призываю вас сегодня помолиться, не оставлять своего упования, понимать, благодаря кому мы сегодня живы до сегодняшнего дня, кто нас сохранил, кто нас спас, кто нас ведет по этой жизни, кто сегодня наше упование. Написал, наш Бог есть Бог-ревнитель. И Господь смотрит сегодня в наше сердце ревностно и смотрит, на кого мы уповаем в это сложное время. Не остановились мы в своих жертвах, в своем служении. Что мы сегодня сеем? Любовь или раздор? Конфликты, сплетни или служение, радость, мир, любовь мы сеем, служа нашим родным и близким, служа Церкви Божьей, телу Христову и всем людям на улице, которые нуждаются сегодня в спасении. Давайте будем молиться. Господь, Дорогие с Небесный, я благодарю Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, Который умер за каждого из нас и Который сегодня является концом всякого проклятия. Иисус Христос, мы исповедуем Тебя Своим Господом и Спасителем и призываем Тебя в свою жизнь сейчас. Боже, прости, Господи, если где мы в сердце своем стали уповать не на Тебя. Прости, если где-то в сердце своем мы допустили, Господь мой, Бог мой, упование на этот мир, на людей этого мира, Боже, на какие-то наши средства, Боже, на какие-то обстоятельства. Боже, мы молим Тебя, Господь, прости нас, очисти и освяти. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Дай нам сегодня, Господь мой Бог мой, Ты дал нам уже это семя, Ты даешь семя сеющему, и Ты дал нам сегодня это семя. Дай нам, Господь мой Бог мой, сегодня сеять любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, веру, благость, кротость и воздержание. Дай нам, Господь, сегодня, Господь, быть верными в наших десятинах, в наших приношениях, в наших пожертвованиях, Господи. Не дай нам сегодня остановиться и осуетиться. Не дай нам сегодня усомниться, Боже. Дай нам сегодня уповать на Тебя, Боже. Пусть сердце наше, оно будет верно Тебе и предано Тебе. Веди нас, Господи, дальше по этой жизни. Прости нас, очисти, освяти, Боже. Мы исповедуем Тебя, Иисус, своим Господом и Спасителем. Мы исповедуем Тебя своим упованием. Восядь на троне сердца нашего, Боже, и будь нашим Господом и Спасителем. Иисус, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя, мы прославляем Тебя и мы исповедуем, что только в Тебе мы можем быть счастливыми. Только в Тебе мы можем быть успешными. И только в Тебе сокрыто истина и настоящее счастье. Иисус, Ты любовь наша, Ты жизнь наша. Аллилуйя. За все Тебя благодарим и молимся Тебе с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.